От сердца к сердцу. Трогательный пример для старшего поколения подали жители дома престарелых. Они связали теплые носки для детей, которые живут в интернате. Такое вот связанное для связи поколений. Мне кажется, хороший штрих к инициативе, которая, как выясняется, не один раз обсуждалась на разных уровнях, поселить всех обделенных вниманием, кто и стар, и млад под одну крышу. Тогда молодым будет забота, старикам заслуженный почет. Вот согревающая история в материале Марии Новиковой. Кому подойдут такие тапочки? Кому? Юлю подойдут? Ну-ка, Юля, держи. Эти носочки согревают не только ноги, но и душу. Их для воспитанников интерната на Липусте насвязали жильцы дома престарелых. Снежный апрель – такой подарок в самый раз. Я думаю, лучше, чтобы тепло было зимой. Ну, чтобы носки таскать, валиски таскать, валиски таскать, сапочки таскать. Лучше своими руками, чтобы сделали. Они теплее тогда. Теплом своих рук с детьми-инвалидами поделились больше десятка взрослых. Большинство из них сами – выпускники интерната. Поэтому им хорошо известно, каково это – расти без семьи. Самое важное, говорят, понять, что ты не один. О том, что вместе веселее, задумались и законодатели. На федеральном уровне давно зреет идея объединить дома престарелых и детдома. По задумке, общаясь со старшими, ребята будут окружены заботой и любовью. Пожилые же получат столь нужное им внимание. У интерната на Липустина подобный опыт уже есть. Когда бабушки из комплексных центров социально-обслуживания населения нашего Чкаловского района приходят и могут с детьми почитать сказки, тоже обучить каким-то навыкам безопасного вязания, тем же крючком, дали плетению. Это практикуется, это очень значимо. Тем более у наших ребятишек не у всех есть родственники, которые их навещают, у кого-то совсем никого нет. И приходя, бабушка тоже несет с собой тепло, эмоции. И, конечно, эти контакты тоже очень для нас значимы. Тем не менее, жить под одной крышей разным поколениям может быть сложно, говорят специалисты. Старикам, привыкшим к тишине и покою, в тягость к реке Малышни. Но проблема решаема. Было бы место. У нас в Уктуском пансионате три этажа. На третьем этаже живут как раз-таки активные наши жители. А все люди, которые имеют ограничения по жизнедеятельности, они живут на этажах ниже. Там у них и обслуживание совершенно другое, и надзор за ними гораздо более тщательный. Поэтому они как бы территориально разделены. Появятся ли такие общие дома, пока не ясно. Для начала авторы идеи предлагают дать поколениям возможность присмотреться к друг другу на ежедневных встречах. Мария Новикова, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.